Усилитель Джона Линсли-Худа. Импульсный источник питания. Питание 36 вольт. Посмотрим, на что он способен. Два резистора по 8 Ом. Параллельно получим 4 Ома. При помощи генератора сигнала будем добавлять напряжение. Осциллографом снимать 1000 Гц. Смотрим, что он может выдать эти все дребезги. Это из-за того, что здесь куча проводов, ничего не экранировано. Поэтому пока мы так смотрим. 9 вольт. 9 вольт держит синус. 9 умножить на 9 и делим на 4 Ома. 20 Ватт сейчас выдает ход при напряжении 36 вольт. Так, давайте попробуем, что он на 4 Ома может сделать, допустим, синус на 100 Гц. Опять же повторяю, это все из-за того, что они не экранированы полностью. Ну вот. Синус хороший держит. Давайте посмотрим меандр. Меандр 20 Гц. Меандр 50 Гц. Вот такой меандр мы имеем. Меандр 100 Гц. Это при напряжении на выходе 6,5 Вольт. При понижении напряжения меандр не меняется. Давайте 1000 Гц. Меандр 100 Гц. 6,5 Вольт на выходе. Меандр 100 Гц. Вот такой меандр мы получаем. 15 000 Гц. 15 000 Гц. Такой меандр. В прошлых видео есть обзор, можете сравнить, что эти два устройства могут и что мы получили на выходе усилителя для того, чтобы более понимать усилитель очень плохо дает или устройство так принимает или отдаёт. Сейчас проверим на 4 Ома синус. 8 Ом нагрузка, синус 1000 Гц. Включаем. 7,8 Вольт. Прейдем в режиме 10 Вольт. Верхний фронт чуть-чуть заваливается. 12 Вольт можно считать. Так нормально. Видно вверх чуть-чуть заваливается. То есть на 4 Ом вниз заваливался, на 8 Ом вверх заваливается. 1. То есть на 6 Ом как бы идеал. Ну, смотрим. 12 Вольт. 12, умножаем на 12 и делим на 4 Вольт. На 8 Ом вернее. 18 Ватт выходной мощности. Синусы ровные. Давайте сейчас проверим на прямоугольнике. 1000 Гц. 1000 Гц. Понизим немножко. В принципе, вот прямоугольник. Меандр. 1000 Гц. 10 000 Гц. 10000 Гц. 10 000 Гц. 10000 Гц. 20000 Гц. Вот такой прямоугольник. давайте попробуем уменьшить на 100 герцах 100 герц такой прямоугольник уменьшаем 50 герц вот такой меандр 20 герц вот такой меандр принципе вы все видели можете делать некие выводы для себя всем всего хорошего пока